Давайте посмотрим иллюстрацию командной работы. С нами на прямой связи Хабаровск. Лидеры из Хабаровска. Это Юрий Марфин, ректор Тихоокеанского государственного университета. И Сергей Королёв, главный инженер Хабаровского содостроительного завода. Коллеги, здравствуйте. Юрий Сергеевич, можно с вас начать? Вы работали в Иванове, проректором. Ну, в общем, так вот, если посмотреть, приехали через всю страну, из Иванова в Хабаровск. А если с бытовой точки зрения, ну, поработали бы еще чуть-чуть в Иванове и стали бы там ректором. Почему вы решили принять участие в конкурсе? Мне кажется, что это вызов. И после участия в конкурсе лидеры России, ключевое изменение, которое со мной произошло, это готовность вызовы принимать. Надо понимать, что Тихоокеанский государственный университет – это вуз все-таки несколько иного масштаба, вуз очень важный для региона. И мне кажется, что здесь есть много интересных, важных, актуальных задач, которые можно будет решить. Сергей Григорьевич, ну, и вы тоже из Петербурга перебрались в Хабаровск. Вы инженер, профессия. Тяжело было переезжать? Да, вы знаете, решения, конечно, всегда даются непросто, тем более на такие расстояния, они маленькие. Но это был тоже вызов, присоединяюсь к Юрию. Вызов интересный. И результат, который мы сейчас показываем, я считаю, что подтверждает, что выбор был правильный. Работаете совместно? Подключайте кого-то еще из лидеров России? Вот мы только что говорили о командной работе. Кто сейчас с вами вместе в команде? Ну, давайте я тогда начну, а Юрий продолжит. Потому что мы не так давно как раз обсуждали в рамках Хабаровска совместные работы, совместные проекты. Это подготовка нового поколения инженерных кадров для промышленности края и создание инженерных классов. Ну, и я, пожалуй, добавлю, что вот еще один проект, который мы тоже реализуем вместе, он такой очень показательный. Это развитие промышленного туризма. Так получилось, что буквально на прошлой неделе был у Сергея, и мы поняли, что у них на предприятии есть задачи развития и привлечения школьников. В то время как мы готовим профильных студентов, которые могут выступать в качестве экскурсоводов и в качестве разработчиков тех самых маршрутов промышленного туризма. Ну, а возвращаясь к взаимодействию лидеров России и к работе в команде, два очень интересных и, мне кажется, важных факта, которые отражают суть конкурса лидера. Во-первых, Сергей был первым, ну, одним из первых, это точно, с кем я вообще встретился, приехав в Хабаровск. Он мне написал, что вот, увидел в новостях информацию, приехал лидер России, давай встретимся, давай пообщаемся, как можем посотрудничать. Это вот очень показательный пример. А второй момент, то, что в команде у меня сегодня работает проректором по стратегическому развитию еще один победитель четвертого сезона конкурса лидера России Алдар Чернинов. Спасибо, спасибо. Есть вопросы какие-то коллегам в Хабаровск? Потому что любопытно, как они все вместе, да, посмотрите, из разных городов собрались в Хабаровск, у них там уже команда целая. Не столько вопрос, сколько пожелания, удачи и приглашения. Обязательно приезжайте на финалы, на полуфиналы в качестве наставников, гостей. Мы будем рады вас видеть и надеюсь, что вы поделитесь своими секретами победы. С большим удовольствием. Спасибо большое. Спасибо. На прямой связи с нами был Хабаровск, Юрий Марфин, ректор Тихоокеанского государственного университета, победитель четвертого сезона конкурса. И Сергей Королев, главный инженер Хабаровского судостроительного завода, тоже победитель четвертого сезона конкурса. Ну да, продолжая тему горизонтальных связей. На самом деле, Юрий, это не единственный наш такой пример того, как люди начинают друг друга хатить. Да, у нас есть самый молодой или, может быть, один из самых молодых вице-губернаторов в стране, Игнат Петухов, который и сам получил вот такое высокое назначение после конкурса «Лидер России». И в свою команду позвал других победителей, других финалистов. И сейчас там целая команда лидеров занимается развитием региона. И занимается, насколько я знаю, успешно. Опять же, пример Юрия Шилобаева. Тоже несколько человек, лидеров в команде Нижнего Новгорода, который помогает. Там у них мощная команда, там у губернатор-наставник и так далее. Вот еще, вы говорили вначале о стереотипах. Не занимает ли это много времени? Вот управленец смотрит нас и подумает, ну, когда ему этим заниматься? Давайте я коротко расскажу о том, как происходит вообще участие в конкурсе. Все начинается с подачи заявок, которые можно подать уже с сегодняшнего утра. Мы уже первые тысячи заявок сегодня получили сразу после открытия такой возможности. После этого нужно заполнить анкету. Анкета, кстати говоря, в этом году очень подробная. Но она подробная не просто так. Дело в том, что один из наших партнеров факультета оценки и развития Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы обладает такой методологией прогнозирования потенциала развития человека в зависимости от того, какой опыт у людей есть. И чем подробнее эта анкета будет заполнена, тем лучшие рекомендации участники получат для собственного развития. И те направления, в которых с точки зрения и статистики, и с точки зрения тех методик, которые используются для оценки, в том числе, высших руководителей, какие возможности у них есть. Дальше идет примерно двухмесячный период дистанционных этапов. Сколько эту анкету заполнять? 15 минут, 20 минут, час? В этом году она более подробная. Там можно ее заполнять быстро, можно потратить, наверное, час как минимум, на то, чтобы вдумчиво отвечать на все вопросы. Но зато это вклад в собственное развитие. То есть это не неделя, не неделя, не один раз, когда ты это заполняешь. А в течение дистанционного этапа нужно потратить примерно три часа времени. В течение двух месяцев это, в общем, совсем немного. И это всегда можно найти в любое удобное для участника время. Кто-то это делает ночью, кто-то утром, кто-то днем. Поэтому не так сложно. Ну а те, кто уже попадает в очные полуфиналы и финалы, там нужно времени чуть больше. У нас обычно полуфиналы проходят в течение трех дней. Но это настолько увлекательные, насыщенные три дня. Я не встречал пока никого за эти годы, кто бы сказал, что это было потерянное время. Поэтому уверен, что это время того стоит. Так что не надо бояться затрат времени. Любой человек может найти время для того, чтобы поучаствовать, и для того, чтобы дойти до финала. Давайте сейчас спросим. У нас на прямой связи Крым, Симферополь. Еще один победитель конкурса, заместитель генерального директора Крымской железной дороги, Эмиль Зеединов. Эмилий Сильверович, здравствуйте. Доброе утро. Добрый день, Роман. Оксан Олег Геннадьевич. Рад вас слышать. И тогда первый вопрос. Много у вас времени заняло участие в лидерах России? Пришлось ли вам оторваться от основного производства надолго? Я бы не сказал, что это много. Сейчас я даже не могу вспомнить, сколько это точно было. Это все проходило в свободное время. Иногда, конечно, доводил до дедлайна, но, в принципе, не скажу, что это занимает, прям отвлекает сильно от работы. Ну и как опыт этот помогает в развитии на вашем конкретном сейчас месте региона в целом? Очень помогает. Во-первых, опыт работы с наставниками во время входа конкурса, за столами, на мастер-классах, приобщиться к опыту главных управленцев страны, которые могут поделиться своим опытом в решении государственных, глобальных проблем. Это дорогого стоит, очень интересно и познавательно было. Во-вторых, как вы сегодня уже сказали, огромный круг друзей, которые в каждом регионе нашей страны, по каждому профилю, по каждой специальности, теперь у нас есть общий круг знакомств, мы можем друг с другом делиться новым опытом, новыми знаниями, новой информацией, и наше сообщество очень крепкое, и этим мы гордимся. Ну и самое главное достижение, это, конечно, возможность у меня предоставилось пообщаться с президентом страны, Владимир Владимировичем Путиным, и продолжить работу наставничества, по наставничеству с моим наставником Олегом Валентиновичем Белозеровым, это генеральный директор ООО РЖД, и благодаря этому я получил возможность поучаствовать в глобальных таких мероприятиях для транспортной отрасли Крыма. Я принял участие в открытии железнодорожной части Крымского моста, в запуске пассажирского, в базового движения, и сейчас продолжаю работать на железной дороге в должности заместителя генерального директора. Какими проектами сейчас занимаетесь на этой должности? Самый ваш любимый? Я отвечаю за взаимодействие с органами власти, это очень динамичный процесс, поэтому сейчас у нас очень много работы, мы поехали, как говорится, после открытия моста у нас активно развиваются пассажирские перевозки, к нам едут туристы, к нам едут пассажиры, также мы перевозим очень много груза, с каждым годом все больше и больше, поэтому работы достаточно, и я очень доволен, что могу принять в этом участие. Спасибо. Победитель второго сезона конкурса «Лидеры России», заместитель генерального директора Крымской железной дороги, Эмиль Зеединов был у нас на прямой связи. Вот посмотрите, у нас уже... Да, да, Алексей Геннадьевич. Да, Эмиль, спасибо. Я хотел... А можно еще отключиться уже? Я скорее просто для наших зрителей рассказать, просто раз уж Эмиль сказал про наставников и про роль наставников, я хотел сказать о том, что у нас, во-первых, президент являлся, Владимир Владимирович Путин являлся инициатором, и президент именно поставил задачу запуска этого конкурса. И не просто поставил задачу, а всегда внимательно следил за тем, как происходит этот конкурс, и встречался с победителями каждого сезона. Михаил Владимирович Мишустин, председатель правительства, наш наставник всегда активно участвует, выступает. Очень ярко, помню, выступление на финале прошлого сезона. И, опять же, всегда берет подопечных и работает с ними как наставник. Сергей Владимирович Кириенко активным наставником нашим является. Олег Ванитинович Белозеров, которого сегодня упомянули. Герман Оскович Греф. Ну и можно, на самом деле, перечислять очень долго, потому что огромное количество министров, губернаторов, руководителей компаний, корпораций с удовольствием тратит свое время и встречается со своими наставляемыми, делится с ними опытом. Мне кажется, это просто бесценно. Вы сказали про премьер-министра Михаила Мишустина как наставника. У нас есть на прямой связи его подопечная. Пожалуйста, я хочу сейчас соединиться в прямой связи у нас с Новосибирском. Людмила Некрасова, директор физмат-школы Новосибирского государственного университета, победительница третьего сезонного конкурса. Людмила Андреевна, здравствуйте. Ну и сразу первый вопрос. Каково это быть подопечной премьер-министра? Здравствуйте. Конечно, в тот момент, когда меня выбрал в качестве подопечной председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин, для меня это стало огромной удачей. И сейчас для меня главным результатом конкурса стало то, что я имею возможность работать, ориентируясь на тот наивысший стандарт служения своей стране, который задает мой наставник. Спасибо огромное вам, кстати. По-моему, мне кажется, такой очень большой, да, какой у нас диапазон. Это и сегодня у нас включением было мэр, министр, ректор, топ-менеджер в промпроизводстве, судостроении, топ-менеджер в услугах, перевозке, РЖД. Пожалуйста, директор школы. Людмила, у меня еще один вопрос уточняющий. Учитель в школе – это тоже лидер? Я считаю, что более творческая работа – это работа преподавателя, она более свободная. Но преподаватель должен иметь ряд качеств, ряд умений, которые важны для руководителя. Например, умение планировать свою работу, умение мотивировать, вовлекать, увлекать людей и обладать профессиональной интуицией. Спасибо. Спасибо вам огромное. На прямой связи был Новосибирск. Но вот такой спектр большой. Пожалуйста, можно участвовать, регистрироваться и участвовать. Абсолютно. Я предлагаю, на самом деле, про сообщество еще добавить, потому что все участники говорят, что миллион наставники – это хороший приз, достойный, очень большой. Но самая главная ценность, которую они выносят из конкурса – это сообщество, это люди. Я сейчас проверяю прямо эти минуты, набираю в поисковике «Лидеры России», захожу, открываю сразу же первая ссылка на «Лидеры». Пожалуйста, регистрация, нажимаю на регистрацию, подайте заявку, все, регистрация идет. Добро пожаловать, да. Да, все, пожалуйста, регистрация идет, все работает. Да, действительно, сообщество – это то, зачем, если не приходят на конкурс, то с чем точно уходят. И у нас есть клуб победителей конкурса «Лидеры России», этот клуб называется «Эльбрус». У них очень много интересных проектов, проекты направлены и на собственное развитие участников, и опять же на то, чтобы помогать другим, например, проводить уроки в школах, заниматься просветительской деятельностью, много, много чем еще таким полезным, полезным для страны, полезным для общества. Ну и на самом деле, мы вот говорили уже про дружбу, про новых друзей, у нас есть спортивные команды, которые возникают вокруг конкурса среди участников-победителей, есть целые проектные команды, кто-то, познакомившись на конкурсе, придумывает, реализовывает какую-то новую идею, новый стартап, такие примеры у нас тоже есть, кто-то присоединяется к командам других участников, переходит на работу и начинает заниматься новым проектом. Поэтому, да, сообщество, ну и о чем вот ребята из Хабаровска говорили, что любой человек, приезжающий, например, в другой город, он всегда знает, что может просто написать, что вот он едет, ему точно ответят, скажут, приезжай ко мне домой, давай я тебе помогу, давай расскажу, давай поделюсь какими-то моментами о том, на что здесь нужно обратить внимание. Поэтому это, наверное, действительно самое ценное. Ну, как мы говорим, пароль есть у нас, Ром, чтобы ты тоже знал, поскольку зарегистрироваться. И могу пользоваться тоже, да. Есть пароль лидеры России, мы всегда об этом говорим на всех очных мероприятиях, что даже если ты не знаешь человека, он не знает тебя, но ты знаешь, что он был в конкурсе, ты звонишь и говоришь, привет, я из лидеров России, тебе говорят, привет, чем помочь. Ну что, новый сезон конкурса запущен, пожелаем успехов будущим участникам. Да, ребята, главное верить в себя, не бояться делать первый шаг. Очень важно думать о том, что нужно развиваться не только самому, но и помогать развиваться в нашей стране. И я уверен, что в этом сезоне мы получим большое количество новых ярких участников, которые сделают нашу страну еще сильнее. Да, но хочется сказать, что конкурс лидеры России, это тот конкурс, в котором не только важно выиграть, но и в целом не страшно проиграть, потому что в любом случае вы сможете получить огромное количество информации про себя, это оценку своих компетенций, сравнение себя с другими серьезными управленцами нашей страны, ну и самое главное, получите огромное количество новых друзей, знакомых, хороших горизонтальных связей, которые вам помогут в дальнейшем развитии. Сайт лидерроссии.рф. Регистрация открыта. Спасибо еще раз вам огромное. Удачи и успехов в вашем деле. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова